Давайте теперь разберемся со временем работы нашего алгоритма. Время работы нашего алгоритма на строках длины n и m есть O от n умножить на m, то есть квадратичное время работы. Давайте докажем это здесь даже. Это вроде бы понятно, но все равно давайте постараемся аккуратно это доказать. Это немножечко неприятно, поскольку наш алгоритм рекурсивный. То есть вроде бы и понятно, что он каждую задачу решает ровно один раз из-за того, что у нас есть таблица. Но все-таки, чтобы быть совсем формальным, давайте наши все рекурсивные вызовы, которые алгоритм делает, разделим на серьезные и несерьезные. Серьезные это те, которые привели к другим рекурсивным вызовам. А несерьезные это те, для которых проверка, которые просто оказались доступом к соответствующей ячейке таблицы. То есть алгоритм первым делом, как вы помните, проверяет, верно ли, что соответствующая ячейка таблицы уже инициализирована, то есть не равна бесконечности. И если она не равна бесконечности, он просто возвращает значение. Вот такие рекурсивные вызовы мы назовем несерьезными. Они под собой ничего уже не порождают. Вот первое утверждение, что серьезных вызовов может быть только m умножить на n. Ну, действительно, если вызов для какой-то ячейки стал серьезным, то все, уже следующий вызов для этой ячейки серьезным уже не будет. Потому что запишется ее значение, и после этого это значение и будет возвращаться. Несерьезные вызовы требуют у нас константного времени. Поэтому можно даже забыть про эти несерьезные вызовы и считать, что мы учли это константное время вот в серьезных вызовах, из которых эти несерьезные вызовы произошли. Ну и последнее, что надо учесть, это то, что сам по себе серьезный вызов, помимо других рекурсивных вызовов, он занимает константное время. Он делает три рекурсивных вызова, а все остальное, что происходит, это там константные проверки, ну и выбор минимума из трех чисел. Ну и какие-то сложения, то есть это явно все константное время. Соответственно, время работы этого алгоритма это nm. Мы его скоро еще перепишем из рекурсивного в итеративный, который делает на самом деле то же самое, но и совсем будет видно, что время работы его есть n умножить на m. Давайте готовиться теперь к переписыванию в итеративный алгоритм. С рекурсивным, что было хорошо, что мы даже и не думали о последовательности, в которой надо было решать наши подзадачи. Мы просто сделали один внешний вызов нашего алгоритма с параметрами nm, а уж этот рекурсивный вызов сам развернулся во все, что нужно. И каждый раз просто алгоритм честно смотрел в таблицу, проверял, если вдруг повезло и значение уже вычислено, то оно возвращается. Если нет, то делаются рекурсивные вызовы. Поскольку мы сейчас хотим написать итеративный алгоритм, то нам бы надо прогарантировать, что к тому моменту, когда мы будем вычислять значение в таблице в ячейке eg, то есть решать задачу с параметрами eg, то все задачи, от которых она зависит, то есть вот тот минимум, который выбирается из трех значений, они уже будут посчитаны. Ну вот здесь визуально объяснено, вот наша таблица d нарисована, вот она, вот у нее строчки проиндексированы числами от 0 до n, столбцы проиндексированы числами от 0 до m. Ну и вот рассмотрим конкретную ячейку eg, которую мы собираемся заполнять. Вот мы хотим что-то сюда написать сейчас. Когда мы ее заполняем, мы смотрим на самом деле на вот такие вот ячейки. Из них там мы прибавляем к ним единички, но вот к этой прибавляем либо единичку, либо ноль и выбираем минимум. Эти ячейки, они находятся вот здесь вот, это ее соседний, то есть сосед слева, сосед справа и сосед сверху, сосед слева и сосед сверху, слева по диагонали, которые соответствуют вот этим вот нашим операциям. Это вставка, несоответствие или удаление. То есть к тому моменту, когда мы соберемся заполнять вот эту ячейку, хорошо бы, чтобы все эти три значения уже были посчитаны. Ну иначе мы минимум просто не сможем посчитать. Ну и есть два естественных способа заполнять эту матрицу, эту таблицу последовательно так, чтобы это свойство было гарантировано. Мы можем, например, заполнять ее строка за строкой, то есть построчная, ну либо столбец за столбцом. Вот, например, если мы заполняем так, вот идем эту, 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 ну и так далее. То есть заполняем таблицу как бы сверху вниз, слева направо. Тогда в тот момент, когда нам надо будет вот посчитать значения вот здесь, все значения, от которых она уже зависит, уже будут посчитаны. Это ровно то, что нам нужно. Ну либо можем по столбцам, то есть заполнили этот столбец, потом этот, потом этот. Ну и вот в тот момент, когда дошли досюда, все, что нам нужно, уже посчитано. Вот. Вот теперь мы готовы написать итеративный алгоритм. Здесь в названии этого алгоритма, в названии функции соответствующей, добавились буквы B и U, которые от слов bottom up. Еще раз, это динамическое программирование снизу вверх. То есть мы идем от более простых задач к более сложным. Опять-таки мы создали изначально таблицу D. После этого мы ее проинициализировали, то есть проинициализировали ее первый столбец. Записали там в каждую ячейку D и 0 просто значение I. Это мы уже с вами обсуждали. И первую строчку в строчку D0G записали, в ячейку D0G для каждого G записали просто G. Ну а дальше мы идем и построчно ее заполняем. То есть постепенно увеличиваем строки. И для каждой строки проходимся по всем ее ячейкам. То есть увеличиваем соответствующий столбец. Ну сначала вот здесь вот переменную C сохранено 0 или 1 в зависимости от того, совпадают наши текущие два символа или нет. А потом честно выбирается минимум из трех значений, которые мы с вами уже обсудили. Ну и в конце возвращается просто значение, которое получается в правой нижней ячейке нашей таблицы. Это и есть то значение, которое нас интересует как ответ на задачу. D от NM это по определению просто расстояние редактирования префикса длины N строки A и префикса длины M строки B. Время работы этого алгоритма, конечно же, это N умножить на M. Ну и все это идет вот из этого цикла. То, что инициализация перед этим делается, вот этот цикл делается за O от N, этот за O от M. Это, конечно же, меньше, чем O от N умножить на M. Ну а этот цикл в нем N умножить на M итерацией, и каждая итерация это какое-то константное действие.